Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас распаковка и обзор посылочки от торговой марки Маэстро. Вот такие вот цветники мне сегодня пришли, и я очень ими довольна. На типсах они легли в один слой, а как же они ложатся на ручки, я вам покажу немножечко попозже. В этом месте давайте с вами угадаем, кому же мы сегодня будем делать коррекцию. Кто первый угадает, тот будет большой-большой молодец. Только угадываем по-честному, в этом месте ставим на паузу, пишем ответ в комментариях, а потом уже смотрим дальше. Я же тем временем выкрашиваю вот эти вот потрясающие оттенки и понимаю, что я заказала довольно много всяких разных пастелей. Чуть более светлые, чуть темнее, но тем не менее практически все оттенки, которые я взяла себе, получились из пастельной гаммы. То есть во всех в них вмешано хотя бы немножечко, но белый цвет. И поэтому выбирать из этих оттенков становится намного сложнее. У нас весна, весна всегда, время пастельных оттенков. И тут сидишь и думаешь, какую же из этих пастелей накрасить себе на ручки. Номерочки у вас в кадре видно, все цвета очень хорошо пигментированы, а вот этот оттенок вообще был моим фаворитом. Он очень красиво смотрится, вживую просто потрясающий. И кстати, консистенция этих гель-лаков мне тоже безумно понравилась. Единственное, что не совсем мне привычно, это вот такая вот коротенькая кисточка. Баночки эти по 7,5 мл, соответственно, баночки маленькие и кисточки у них коротенькие. Я немножечко не привыкла к такой длине кисти, привыкла махать кистями подлиннее. Ну что ж, это в принципе дело не хитрое, привыкнуть к ним довольно не сложно. Сама же структура щетиной кисти довольно-таки хорошая, очень хорошо распределяет материал, помогает ему разравниваться. В общем, никаких нареканий к этому продукту у меня нет. Как обычно, ссылочку, где приобрести данный материал оставлю вам в описании. Загляните, посмотрите. Кстати, ценник у этого материала тоже очень приятный. Итак, тадам! Коррекцию мы будем делать мне. Самую коррекцию я сегодня для вас не снимала, потому что это получилось бы очень долго, но в принципе здесь коррекция неинтересная, потому что я просто убрала длину и просто превратила все в миндалики. Все подпилила под длину мизинчика и мизинчик, кстати, тоже немножечко укоротила, поэтому получились вот такие короткие миндали. И с ними я планирую проходить ближайшие два месяца, потому что собираюсь в отпуск, а в отпуске длинные ногти мне будут мешать. Что же я делаю в данном случае? Я фломастером намечаю для себя будущую абстракцию, которую я буду у себя на руках рисовать. Почему я это делаю фломастером? Почему я сегодня намечаю? Я вообще не знаю, можно было рисовать сразу из головы, но мне почему-то захотелось... А, я знаю почему, мне просто пришли новые фломастеры. Кстати, я потом сделаю эфир про мои заказы с Алиэкспресса, и вот оттуда я заказала фломастеры с тонким носиком, и мне просто захотелось их попробовать. Вот именно из-за этого я намечаю такие себе фломастерами контуры своих будущих зарисовок. Фломастер по запиленной поверхности рисует просто замечательно, и как обычно, конечно же рисую на большом пальчике. И здесь у меня сразу же отслоился материал во время коррекции, потому что я себя сначала порезала, залила капромином, а потом на капромине материал у меня немножечко послоился. Я отслойку запечатала, она дальше у меня никуда не пойдет, но имейте в виду, если вы обрабатываете ноготок капромином, то после этого лучше ноготочек перезабафить, то есть немножечко пройтись бафиком и убрать остатки средства. При этом, внимание, обезжириватель его убирает тоже плохо, поэтому лучше все-таки убирать остатки средства бафиком. Тем временем я наношу основной цвет, который у меня будет на ноготках. В качестве основы я решила выбрать вот такой вот насыщенный коричневый оттенок, он тоже слегка с примесью белой красочки, тоже чуть-чуть в пастельную сторону, но тем не менее самый темный из всех пастелей. А далее я делаю волшебное движение. Я вам говорила изначально, что пастели я заказала разной консистенции, то есть разного уровня разбеленности. Я беру белую красочку и все пастели белой краской довожу таким образом, чтобы они были одинаково разбеленные. То есть не по разную сторону баррикад у меня находились, а где-то в одной градации беления. И таким образом я могу рисовать вообще все, что моей душеньке угодно и все цвета будут между собой сочетаться. То есть какие бы оттенки в данном случае я не взяла, если они в одной степени разбеления пастелей, они все рядом с друг другом лягут замечательно. Вот смотрите, я изначально положила два холодных оттенка, теперь беру розовый и докладываю сюда розовый. И розовый не мешает, не перебивает, никак не портит мои холодные предыдущие тона. То есть вот вам лайфхак, если вы хотите сделать что-то из своей цветовой палитры, а у вас палитра не сочетается между собой, возьмите ее либо разбелите в одну тональность, либо затяните в одну такую же тональность. То есть сделайте, чтобы цвета были приблизительно уравновешены друг к другу. И тогда все ваши оттенки, любые оттенки, какие бы вы ни взяли, будут смотреться просто замечательно. А при этом, если бы я работала бы чистым цветом из флакончика, то вот эта вот разница в яркости высветления очень сильно била бы по глазам. То есть у меня получился бы такой очень яркий на грани клоунизма дизайн. В общем, надеюсь, я вам все достаточно толково объяснила и вы поняли, о чем я с вами разговариваю, потому что это самое сложное, донести до вас информацию понятными словами. Я же тем временем продолжаю заполнять свой дизайн, стараюсь максимально аккуратно работать кисточкой в районе кутикулы, потому что в дальнейшем я ничем не собираюсь подводить эти зоны, хотя нет, об этом мы поговорим немножечко попозже. А вот в какие-то самые миленькие кружочки на пальчиках в качестве акцента я решила добавить все-таки более темный оттенок. Итак, следом я перекрыла ноготок финишным покрытием, его выровняла, потому что рисовать по неровной поверхности очень сложно, поэтому я заровняла ноготочек финишем и теперь белой красочкой поверх финишного покрытия прорисовываю каждый свой элемент дизайна. В этом месте, если вы хотите сделать этот дизайн побыстрее и попроще, делайте элементы покрупнее. Чем мельче элементы вы нарисуете, тем больше прорисовки вам нужно будет делать, а это, соответственно, конечно же, удорожает ваш дизайн в качестве того, что время на него потраченное будет намного больше. И вот знаете, после того, как я все это прорисовала, перекрыла матовым топом, посмотрела, мне очень понравилось, я сидела, посидела, посидела, подумала, подумала и решила, вы же обязательно мне напишите, Даша, а где же стразики? Поэтому, девочки, внимание, стразики! В общем, цепляем стразики на безымянном пальчике по всему контуру ноготочка, хорошенечко зацепляем их по краюшку ноготочка, чтобы они нигде не цеплялись, не отваливались. Стараемся сделать так, чтобы они с края ни в коем образом не свисали, иначе у нас они отвалятся, мы не успеем еще дойти до дверей. После того, как просушили клей, на котором мы его прицепляли, я еще по контуру прошлась немножечко клеем, залила грани страз именно на кончике ногтя. И хочу вам сказать с уверенностью, прошло уже 4 дня все стразы на месте. Единственное, конечно, они мне когда на зуб попадаются, мне так и хочется их немножечко скушать. Да, 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 я именно тот клиент, который жрет стразы. Да, это я, я это знаю, я за собой эти все моменты знаю, но безумно люблю стразы, и они такие вкусные, поэтому почему бы их себе не сделать? В общем, не отказываю я себе в стразиках, украшаю ими все части, которые я делала под прорисовочку. Продолжение следует... Итак, внимание, я обладательница вот таких вот тапочек. Сняла свои высокие сапоги на больших платформах, и теперь у меня беговые топульки, с которыми безумно удобно, но если честно, я уже опять соскучилась по своей длине. Но ее мы будем делать уже после отпуска. Вот такой вот сам себе мастер у нас сегодня получилась. Коррекцию на себе я сделала. В принципе, эту руку я себе корректирую всегда сама. Ждем кого-нибудь, кто откорректирует мне правую руку. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, потому что впереди еще много чего интересного. Встретимся с вами в новых уроках. Пока!